Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре продолжают очищать дворы и дороги от снега. Особое внимание в связи с начавшимся потеплением уделяют противогололедной обработке проезжих частей, тротуаров, остановок, уборки, снега и наледи с крови. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как проходит сезонная уборка в разных районах города. В первую очередь адреса, на которые поступили жалобы от жителей. Итоги подвели на еженедельном совещании в мэрии. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Типичные для конца зимы погодные условия, когда морозы сменяются оттепелью. И наоборот, большая ответственность для городских служб, обеспечивающих уборку города от снега, содержание домов, придомовых и дворовых территорий. Все праздничные дни коммунальные службы города работали в усиленном режиме. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет уборка снега в разных районах города. 24 февраля внимание уделили подъездным путям к социальным объектам, школам, больницам, детсадам, адресам, о которых сообщила служба скорой помощи, где был затруднен проезд. А также адресам в железнодорожном, советском, промышленном и кировском районах, на которые поступили жалобы от жителей в соцсетях. Это улицы Партизанская, Победа, Старозагор, Мирная, Ставропольская, Воеводина. Есть дворы, которые действительно по замечаниям были отработаны, достаточно чистые, почищены выходы из подъезда, почищены тротуары, почищены внутриквартальные проезды. Были устранены замечания по наледи после вскрытия самарскими коммунальными сетями, что действительно радует. В этот раз меньше замечаний по уличной дорожной сети, почищены остановки, почищены дороги, почищены тротуары. Есть замечания по вывозу снега, но вот два дня подряд мы так достаточно серьезно вывозим снег, но тем не менее, как замечания вынуждены сказать. В Кировском районе глава города проверила работу нового подрядчика. Уборка происходит основная в ночной период, потому что когда снижается трафик автомобильный, в ночь у нас в эту ночь выходило 37 единиц техники, 70 человек народу. В день выходит 31 единица, 40 человек. Сейчас основная задача после этих снегопадов – это уборка улиц, вывоз снега, расширение, чтобы был комфортный проезд автомобилей. Глава города Елена Лапушкина обратила внимание на работу управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Не все оповещают жителей о запланированной уборке, из-за чего машины остаются во дворах и мешают технике. Для недобросовестных управляющих организаций, которые не выполняют свои обязательства перед жителями, предусмотрены санкции. Административные комиссии делают предписание. Если замечание не устраняется в течение суток, то тогда уже идет обращение в надзорные органы, в прокуратуру по факту неисполнения. То есть районная администрация это практикует. 26 февраля, когда морозы сменились оттепелью и мокрым снегом, глава города Елена Лапушкина проверила, как в районах организована противогололедная обработка улиц и очистка кровель. Посмотрели состояние домов и дворов на Михаила Сорокина, Подшипникова и Мичурина, Молодогвардейской, Чапаевской, Красноармейской и других улицах. Сложные погодные условия, были серьезные морозы, сейчас пошла оттепель. Конечно, на пристальном внимании очистка кровель, потому что, конечно, моментально образовывается наледь, идет сход. Поэтому вот сегодня вместе с главами внутроградских районов проверяем территорию, обрабатываем противогололедными материалами дороги, тротуары, остановочные павильоны, выходы из подъездов. Безусловно, на это обращаем внимание. Ну и, конечно, управляющие компании знают, чем надо заниматься в этот период времени. Итоги осмотра районов города и уборки в праздничные выходные подвели на еженедельном совещании. Как отметили представители профильного департамента, с улиц города вывезли более 34 тысяч тонн снега. В среднем ежесуточно на уборке задействовали 370 рабочих и 381 единицу дорожно-коммунальной техники. И хотя в Самаре активно боролись с последствиями непогоды, замечания по некоторым территориям остаются. Их поручено устранить в кратчайшие сроки. Профильные предприятия продолжат трудиться. За сутки израсходовано 115 тонн ПГМ. С начала сезона всего у нас 17 тысяч 320. Откачано 5 кубических метров воды по Куйбышскому району. Снега вывезли 5 тысяч 265 тонн. С начала сезона 211 тысяч 897 тонн. Всем службам по уборке и благоустройству, а также администрациям районов, глава города поручила следить за состоянием не только проезжих частей, но и пешеходных зон, обрабатывать их противогололедными реагентами, чтобы Самара не превратилась в один большой каток. Настаиваю, чтобы вы в максимально короткие сроки вывезли лишний снег, почистили все радиусы, прочистили парковочные карманы. Ну и безусловно обращаем внимание на тротуар, на посадочные площадки, потому что риски достаточно серьезные. По прогнозам синоптиков уже в среду 1 марта в городе наступит похолодание, поэтому пока снег тает, Елена Лапушкина поручила профильным службам активно прочищать ливневки, чтобы талая вода беспрепятственно поступала в канализацию и не задерживалась на улицах. Мониторинг ситуации всеми службами ведется ежедневно. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В Самаре возобновили трамвайное сообщение в зоне строительства новой станции метро в историческом центре города. Там в прошедшие праздничные выходные закончили переустраивать трамвайную линию в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Рельсы сместили в сторону тротуара, чтобы обеспечить возможности дальнейших работ. Трамваи идут по переустроенной линии. В том числе на нее направлены трамваи, которые ранее курсировали по улице Фрунзе. Движение трамваев там временно закрыто. Таким образом, все трамвайные маршруты, следующие по улице Красноармейской в сторону улицы Чапаевской, в прямом и обратном направлениях едут по улице Галактионовской. Напомню, что в целях безопасности до конца августа действуют ограничения движения на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Это не касается спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, транспорта граждан, проживающих в зоне ограничения движения, служебного транспорта для обслуживания промышленных и торговых объектов, расположенных в зоне ограничения движения, а также машин с пропусками, утвержденными ГИБДД. В Самарском метрополитене машинисты и инструкторы обучают не только своих молодых коллег, но и более опытных сотрудников. Работа идет в рамках года педагога и наставника. С нюансами такой преподавательской деятельности ознакомилась наша съемочная группа. «Отрабатываем вопросы практического теоретического зачета за первый квартал 23-го года. Вводная такая, основной комплект РС, АВС неисправен. Переходим на резервный комплект». Исполняющий обязанности машиниста-инструктора Вадим Башевский проверяет у своего младшего коллеги, как тот владеет практическими навыками управления электропоездом. Несмотря на стаж и опыт, Виктор Борцов, как и все сотрудники метрополитена, которые водят поезда, регулярно проходят дополнительное обучение. А начиналось все когда-то, как у всех машинистов, шестимесячного обучения и стажировки под присмотром инструкторов. «К тоннелю больше привыкаешь, потому что темнота, выезд на станцию, перепады света, непривычно было. Страшновато вот в тоннеле встать, не дай бог, что случится с составом. То, что там может и паника, и чего угодно начаться. В кабину на стоке, не дай бог, полезно наружу». Но никаких форс-мажоров за время работы не случалось. Современные поезда имеют надежное оснащение. Они оборудованы противопожарной системой, камерами наблюдения. Это делает поездки более безопасными. Программы наставничества на Самарском метрополитене работают много лет. Будущих машинистов обучают с 1987 года. Сейчас это направление работы, ориентированное на передачу опыта, усиливают. После того, как студент заканчивает основную программу обучения, в течение двух месяцев он выходит в рейс с машинистом-инструктором. Затем за ним закрепляют наставника. «Как бы немножко чего-то не хватает. То есть опыта, уверенности. И уже в процессе работы вот эти наставники, ну как бы шлифуют их мастерство. Ну и в итоге получаются хорошие специалисты. Потому что мы те задачи, которые стоят, наши работники успешно справляются». Вадим Машевский работает в метро почти четверть века. Говорит, что есть такие нюансы, которые, сидя за партой, не узнаешь. Мастерство оттачивает уже в процессе вождения. Все это постигают под руководством машиниста-наставника. «Чувствовать поезд, как он разгоняется, тормозит. Выход из нештатных ситуаций. Машинист-наставник ему преподает. Чуть сложнее, чем автомобиль, конечно, потому что вес другой. Инерция большего поезда там и все остальное». Напомним, что президент России Владимир Путин 2023 год объявил годом педагога и наставника. Планируется, что весной в электродепо Кировское муниципального предприятия «Самарский метрополитен» начнется набор группы будущих машинистов, которых станут готовить к работе и на новом участке линии метрополитена. В будущем завершение строительства первой ветки и ввод в эксплуатацию новой станции позволит связать отдаленные районы Самары с историческим центром города. По расчетам специалистов, пассажиропоток в подземке вырастет минимум на 15%. Количество составов на линии будет увеличено, а значит, потребуется больше машинистов. Это значит, что роль наставника возрастет. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Далее коротко о других событиях этого дня. «АвтоВАЗ» расширит модельный ряд «Лада». До конца года может появиться новый кроссовер вроде Nissan X-Trail. Его вместе с седаном будут выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который перешел в собственность «АвтоВАЗа» в начале февраля. По словам президента концерна Максима Соколова, на петербургский конвейер планируется поставить минимум три новые модели «Лада». Их точное количество зависит от числа партнеров из дружественных стран. Но это в любом случае будут более дорогие по сравнению с нынешними «Ладами» машины. В Самарской области спасли двух рыбаков. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона. А на Волге напротив села Новодевичье сломалась мотособака. Два рыбака оказались заложниками ситуации. Самостоятельно добраться до берега не позволяло здоровье старшего из мужчин. Спасатели доставили их на берег на аэроглистере. Медицинская помощь не потребовалась. Тем временем в Тольятти пожарные спасли семь человек из горящего многоэтажного дома. В одной из квартир загорелись вещи. Еще до прибытия пожарных было эвакуировано 15 человек. Двое погибли. 75-летний мужчина и 43-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Самарской области. По предварительной версии причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. В Самаре в минувшие праздничные выходные в честь Дня защитника Отечества прошла церемония возложения цветов к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине. На площади славы собрались ветераны боевых действий, офицеры, участники патриотических организаций. Память павших почтили первые лица города и области. Площадь славы 23 февраля для Данила Евстифеева стала местом встречи со служивцами. Все они участники специальной военной операции. Добровольцами поехали защищать Отечество. Это, во-первых, день памяти всех бойцов, которые погибли, не вернулись, которые служат. То есть такие праздники позволяют людям не забывать о том, что есть парни, которые стоят на защите Родины нашего Отечества. Цветы к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине несли ветераны спецподразделений, кадровые офицеры, участники общественных патриотических организаций. В их рядах были первые лица области и города, глава Самары Елена Лапушкина. Здесь все вместе, те, кто служили раньше, те, кто служит сейчас. И, безусловно, сегодня наш народ, наша страна показала полное единство в борьбе с врагами внешними, которые создавали угрозу для нашего государства. Для кого-то, кто пришел на площадь Славы, 23 февраля – это День защитника Отечества. Кто-то по-прежнему называет его днем рождения Советской Армии и Военно-Морского Флота. Надо такие мероприятия проводить, помнить о нашей истории. Потому что там, что бы кто ни говорил в наше время, но в 1918 году кто-то остановил немцев у Пскова и Нарвы. Да? А потом в 1941 году не пустили немцев в Ленинград. Это была Красная Армия. Завершилась церемония возложения цветов минутой молчания и салютом. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, прошло в Окружном доме офицеров. Почетные грамоты и благодарственные письма главы города Самара получили ветераны, активисты, руководители творческих студий. Подробности в нашем сюжете. Надежде Ивановне Павловой 75 лет. Более 40 из них она отдала педагогике. Получив высшее образование, устроилась в Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки. А когда вышла на пенсию, ее пригласили возглавить Музей истории в Социально-педагогическом университете. Сегодня ей вручили почетную грамоту главы городского округа Самара и медаль. Хорошо, что труд людей оценивается. Я бы сказала, вовремя. Вот сейчас, когда говорят, патриотическое воспитание срочно налаживать, ничего не надо налаживать. Оно идет десятилетиями. Если люди честно работали, то мы все это помним и передаем новым поколениям. Помимо Надежды Павловой, почетную грамоту главы городского округа Самара вручили Олегу Литинскому, председателю Совета ветеранов Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Самарской области. Благодарственными письмами главы города отметили Елену Долгополову, Наталью Агеиченкову и Лилию Конькову, руководителей творческих студий Дворца ветеранов. Торжественные мероприятия, которые сегодня прошло в окружном доме офицеров, приурочили сразу к двум праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Мы с вами в этом году особо ощущаем праздник защитника нашего Отечества. Мы много с вами увидим. Какие ребята, герои, достойные, чтобы оказаться в книгах, которые на сегодняшний момент наши журналисты, писатели, наверняка уже пишут для того, чтобы их подвиг прославить во всех временах. Наша задача с вами – это сейчас и здесь поддержать их всеми своими силами. Все собравшиеся в зале – надежный тыл для выполняющих спецоперацию. И хотя здоровье порой подводят, дух не сломлен. Руководители творческих объединений Дворца ветеранов вяжут носки для участников СВО, участвуют в сборе гуманитарной помощи. Виктория Шаре, Константин Головин, События. В Самаре в прошедшие выходные провожали зиму и отмечали масленицу. На площади Куйбышева работала ярмарка, гостей угощали блинами и чаем, удивляли народными забавами и ремеслами. А в домах культуры прошли выставки кукол маслен. Наши корреспонденты побывали на праздники и расскажут подробности. Я умею считать до трех, это мой максимум долг. Ну так три месяца зимой же. Два! Порвете канат, сами будете покупать. Ты тяни! А вы громче кулаке! Подмароке! Давай, давай, давай! В ДК Победа – проводы зимы. Интерактивный спектакль «Сказочная масленица» подготовил театр студии «Клевер». Маслен встречает ребят, деток. Они хотят встретить масленицу, но баблига им мешает. Сначала притворяется весной, потом зимой. Но в итоге ребята ее разоблачают, в маслечные игры с ней играют, семь дней недели разучивают. И в итоге с бабушкой Егой дружатся, мирятся и масленицу вместе встречают. Тем временем в фойе Дома культура развернулась выставка кукол. Городской конкурс «Самарская маслена» проходит до 1 марта. На суд жюри в промышленном районе представили почти 70 изделий народного творчества. Оценивают кукол в трех номинациях – традиционная, авторская и эко-кукла. Конкурс проходит во всех районах города. Смотрели, какие лучше, какие интереснее, какие выразительнее. Смотрели на лица. Ну вообще куклы русские, они же безликие. Но в данном случае, раз это предполагается, что это будет сожгутых, то рисовали лица. И они абсолютно разные. Главное, сделаны они с душой. И что это очень интересно. И смотрятся. А на площади Куйбышева в это время ярмарка «Ремесел» – городок мастеров. Более 130 народных умельцев приехали в столицу региона со всех уголков Самарской области. В 23-х шатрах можно увидеть и купить уникальные вещи – от предметов быта до игрушек и оберегов. Естественно, он масленица, поэтому очень много куколок-маслениц. Также у нас представлена коллекция самоваров, очень много вязаных вещей. То есть мастера, они постарались оформить ярмарку и представить самые лучшие работы, рукотворные. Марина Шавандина мастерит кукол уже более 10 лет. Одна из любимых – масленица. Их в России существует несколько видов. Вот это, допустим, масленица домашняя, обережная. Она сделана по всем правилам. Она без узелочков. На груди у нее крест обережный. Обычные масленицы, праздничные масленицы. Есть масленицы из лыка, которые сжигают. Сегодня традиция сжигания масленичных кукол все больше уходит в прошлое. Маленькие поделки предпочитают хранить дома. По народным приметам масленица исполняет желание. Кроме уникальных сувениров, гостей праздника ждали аттракционы – блины, горячий чай. Все согласно народным традициям. Очень много всего, программа. Очень много людей переодетых. Очень классно, детям все нравится. Масштабно, красиво. Горки поставили, медведь, он стоит интересный. Хорошо, очень даже здорово. Много всяких поделок, много всего интересного. Понравится. Да, и красочина, красочина очень. Так что масленица, прощальное воскресенье. То есть все нормально. Постепенно языческий праздник соединился с христианским, а проводы зимы с прощенным воскресеньем в этот день православные верующие начинают подготовку к великому посту и просят прощения у близких. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Сказка остается с нами еще на два месяца. Цирковой продюсер, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Гия Эрадзе объявил о продлении успешного шоу «Песчаная сказка» на март и апрель. Время гастролей решили увеличить из-за ажиотажа, которое вызвало представление. На манеже государственного цирка самарского зрителя ждут экзотические животные, акробаты, титулованные артисты Росгосцирка и удивительные аттракционы. Все подробности в нашем сюжете. Непревзойденная дрессура, роскошные костюмы, авторская музыка, «Песчаная сказка» Гии Эрадзе и компания «Росгосцирк» остается в Самаре. Зрителей приглашают отправиться в самое сердце пленительного востока, где живут жуки, скоробей, воины-скорпионы и восточные красавицы. Минувшие выходные на спектакль в город с визитом прибыл художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Гия Эрадзе. Очень большой ажиотаж на шоу, то, что меня очень радует, мы приняли решение остаться у вас до 23 апреля. Специально для Самары, для гостей этого замечательного цирка. «Песчаная сказка» — уникальный тематический цирковой спектакль, где номера объединяет единый сюжет. Энергичные акробаты на джамперах, ловкие жокеи на лошадях, буфонадные жонглеры на моноциклах, виртуозные эквилибристы. Изюминка шоу — единственный во всем мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Полуторатонные африканские бегемоты исполняют зрелищные трюки под руководством народного артиста России Тофика Ахундова. Каждый спектакль заканчивается оглушительными овациями и тысячами теплых отзывов от благодарных зрителей. Увидеть новое шоу «Песчаная сказка» окунуться в неповторимую атмосферу праздника и веселья можно в Самарском государственном цирке каждые выходные. Гастроли продлятся еще два месяца. Михаил Гермоленко, Сергей Баскин. События. В школьной баскетбольной лиге Самарской области «Кэсбаскет» определились чемпионы среди юношей и девушек. Это команды из поселка Рощинский и села Хрящевка. На финальной игре турнира и награждении победителей побывала наша съемочная группа. В Самарской области при поддержке компании «Т-Плюс» состоялся чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». За чемпионский титул почти полгода сражались 361 команда юношей и девушек. Главная задача, по мнению руководства областной федерации баскетбола, приобщить к здоровому образу жизни как можно больше молодежи. Здесь видишь их естественное состояние. Это радость. И то, что мы объединяем такое количество детей, которые ведут здоровый образ жизни, вот самое главное. Вот на что нас целиет наш губернатор Дмитрий Чазаров. В финальном матче встретились команды «Звезда» и «Ника». Спортсмены из Рощинского одержали победу 90-34. Ну, у меня было чувство, что мы выиграем, правда. Но я вот не отпускал до конца основной состав, потому что я боялся спугнуть удачу. Компания «Т-Плюс» помогает развивать баскетбол в Самарской области с 2009 года. Мы гордимся, что мы развиваем школьников, школьные команды, которые в дальнейшем являются пополнением профессионалов, профессиональных клубов. И у нас это очень получается. И регионы, и дети очень сильно довольны. Следующий этап – финал чемпионата Приволжского федерального округа. Самарскую область будут представлять юношеская команда «Звезда» из Рощинского и женская «Ника» из Хрящевки. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре стартовали обсуждения дизайн проектов общественных территорий претендентов на преображение в 2024 году, пишет телеграм-канал администрации Красноглинского района. В январе проходил первый этап отбора общественных территорий, которые будут включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. На обсуждение было вынесено 88 пространств. От жителей поступило более 80 тысяч предложений. Таким образом был сформирован топ-20 территорий претендентов. Общественные обсуждения по дизайн проектам территорий, которые размещаются в Красноглинском районе, пройдут 2 марта в 15.00 в актовом зале районной администрации. Администрация Кировского района напоминает в своем телеграм-канале о правилах использования газа в быту. Если вы почувствовали запах газа в квартире, необходимо отключить плиту, перекрыть подачу газа и распахнуть окна. После этого вывести всех из квартиры, отключить электричество в щитке и выдернуть телефонный шнур из розетки. Затем нужно самому выйти из квартиры, плотно закрыв дверь, вызвать аварийную газовую службу и дождаться ее на улице. Не зажигайте огонь и не курите, не используйте электроприборы. Если вы почувствовали запах газа, звоните по телефону 04-104 или 112. Девятый театральный фестиваль «Людей с ограниченными возможностями созвездия» состоится 20 апреля 2023 года. Идет прием заявок. По положению в фестивале принимают участие любительские театральные коллективы инвалидов без ограничения в возрасте и профиле заболевания. Сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин